Областной центр – лицо региона, поэтому ему должно уделяться особое внимание. Во вторник Павел Коньков встретился с главой городской администрации Александром Кузьмичевым, чтобы обсудить нынешнее положение дел в областном центре и перспективы развития на будущий год. Мы сегодня с главой администрации Александром Кузьмичевым обсудили вопросы стратегического развития города, я имею в виду, привести в это вопросы инвестиций, вопросы дорожного строительства, вопросы развития ЖКХ, в том числе и вопросы, которые остро волнуют жителей сегодня. Наиболее остро горожан волнует проблему ОДН. По словам сети-менеджера, регулярные проверки все чаще выявляют факты мошенничества жильцов с приборами учета. Многие ивановцы до сих пор не установили счетчики. Проблему могли бы решить общедомовые узлы учета. Правда, непонятно, как заставить жильцов установить их. Павел Коньков предложил радикальное решение этой проблемы. Мы в прошлом году по разным причинам отложили введение нормативов. Потому что, к сожалению, любое введение нормативов, изменение платы вызывает достаточно новостную реакцию жителей. Чисто стратегически, экономически, наверное, это решение не совсем оправдано. Потому что введение нормативов стимулирует жителей к установке узлов учета. Потому что для того, чтобы они стимулировали нормативы, должны быть выше, чем плата по нормативам, чем плата по узлам учета. Одна из двух российских проблем – дороги. Ивановская стройка века, восточный обход все еще в планах. Реализация потребует 16 миллиардов рублей. Здесь регион ждет федеральной помощи. Теперь же возникла еще одна идея. Менее затратная – западный обход, которую и планируют реализовать городские власти в ближайшее время. Мы бы хотели в перспективе связать с помощью этого обхода въезд в Костромской через улицу 8-ю Минеевскую во Вдотино. Там сделать мост на окружную дорогу, на Тейковскую дорогу. И одновременно тоже существует проект. Это о Тейковской дороге через улицу Станкостроителей вывезти его на Лежневскую. Ну и, конечно же, социальный вопрос. В первую очередь проблема чередей детские сады. Сейчас она составляет полторы тысячи человек, но уже в следующем году существенно сократится. У нас появится два новых, совершенно новых дошкольных образовательных учреждения. Количество мест, которые мы планируем открыть дополнительно – это 500. Это действительно большая цифра. Я хочу сказать, что за последнее время мы полторы тысячи дополнительных мест открыли в наших дошкольных образовательных учреждениях. Много ли это мало? Это, конечно, много. Почему? Потому что по уровню обеспеченности дошкольных образовательных учреждений сегодня город Ивана является лидером среди областных центров Российской Федерации. И мы в этом направлении будем системно двигаться при поддержке региональных властей. В городе также станет на пять спортивных площадок больше. В более чем ста дворах появятся новые игровые площадки для детей. Как бы то ни было, региональное правительство поддержит начинание город-администрации. Ведь областной центр во всем должен быть примером для других муниципалитетов. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова